Добрый день! Спасибо большое, что вы все остались на самую последнюю лекцию. Благодарю вас за терпение и за интерес к этой тематике. Я сама, честно говоря, фанат переменных звезд, это область моих научных интересов. И сегодня я постараюсь кратко и ёмко познакомить вас с основными аспектами, что же меня так захватывает, и я постараюсь заразить этим и вас. Когда вы поднимаете голову к ночному небу в городе, вы, скорее всего, ничего особо хорошего и интересного не увидите. Но если представить себе, что мы городские огни полностью выключим, то вы увидите потрясающую картину. Вот такая вот белесая полоса через всё небо. Это наш Млечный Путь, наша Галактика, в которую входит и наша Солнечная система. Мы видим её с ребра, и вы увидите порядка трёх тысяч звёзд с невооружённым глазом против нескольких десятков, которые вы можете видеть в городе. Вы сегодня уже слушали про термоядерные реакции, но термоядерных реакций у нас в мире на самом деле гораздо больше, чем вот то, о чём вы слышали. Прежде всего, я говорю о термейдинг-реакциях в звёздах. Каждая звезда — это термоядерный реактор. В центре звезды по современным представлениям, по достаточно большому объёму вещества, происходит превращение водорода в гелий и далее в более тяжёлые элементы. А излучение происходит, скажем так, с поверхности звезды, с её фотосферы. Когда я говорю кому-то, что занимаюсь переменными звёздами, меня часто спрашивают, «А, да, я вот увидел, там где-то звёздочки вот так мерцают. Это оно?» Нет, говорю я, это не оно. А что же это такое, чем вызвано это мерцание? Мерцание вызвано примерно теми же процессами, которыми вызвано колебание воздуха над горячим чайником или над раскалённым асфальтом летом. То есть перемешиваются слои холодного и горячего воздуха, за счёт чего луч света проходит не напрямую, а каким-то образом изгибаясь, и мы видим изменение картинки, дрожание картинки. Точно тот же эффект мы можем наблюдать у горизонта. Вы видите, звёздочки мерцают, но это всего лишь видимый эффект, это не реальное изменение в звёздах, это то мерцание, которое мы к переменности звёзд не относим. А что же всё-таки переменные звёзды? Оказывается, к переменным звёздам относят любую звезду, которая изменила свой блеск хотя бы один раз, и человек это увидел. То есть если изменение было зафиксировано, всё, мы можем говорить о том, что это переменная звезда. Вот эти две картинки, это, естественно, инвертированные снимки. Вы можете видеть, что здесь чёрные звёзды на светлом фоне. Это фрагменты сканированных пластинок из уникальной коллекции, которая хранится у нас под Одессой, в посёлке Маяки. Одна из моих учениц занималась изучением исторических сведений по вот этой вот звезде Эрез Минос. Мы даже обнаружили такую вот уникальную достаточно пластинку в рамках этого проекта. Но вот это вот вы можете сравнить два снимка. Здесь звёздочка очень яркая, она находится во вспышке, и яркость во время вспышки поднимается в десятки тысяч раз зачастую. А здесь вы видите эту же звёздочку, но в спокойном состоянии. Знаете, с ростом технологии, вот каждый раз, когда происходил какой-то технологический прорыв, количество переменных звёзд, известно человеческую, резко возрастало. Вот за последние полгода было зарегистрировано порядка четырёхсот тысяч переменных звёзд. А когда же ими начали заниматься? Ну, на самом деле, очень долго держалось учение Аристотеля о том, что небесная сфера, она неизменна, она вот такая всегда была и всегда будет. Однако в 1054 году, на это тогда ещё сильно внимания не обратили, но в 1054 году была зафиксирована ярчайшая сверхновая. Мы её сейчас называем сверхновая. Мы знаем это потому, что сведения, они есть в китайских летописях. Вот перед вами, если вдруг кто знает небо, я знаю, что здесь кое-кто знает небо. Значит, здесь созвездие Тельца, вот это вот, этот объект, как раз то место, где сверхновая была во вспышке, и она была видна невооружённым глазом днём в течение нескольких месяцев. Представляете, какая это вспышка. А сегодня телескоп Хаббл наблюдает на этом месте вот такую вот расширяющуюся туманность, очень известную, называется Крабовидная туманность. Кстати говоря, любительский телескоп тоже её можно видеть. Одна из первых периодических переменных звёзд, то есть не та, которая просто взорвалась, а та, которая меняет свой блеск непрерывно и показывает нам какую-то периодичность. Это была Мира в созвездии Кита. Название Мира не случайно. Мира переводится как «удивительная». И произошло это открытие примерно в 1596 году, хотя оно было результатом длительных наблюдений. Дело в том, что период у этой звезды порядка 11 месяцев. То есть для того, чтобы уловить эту периодичность, нужны длительные наблюдения. Что же удивительного в этой звезде? Дело в том, что приблизительно половину времени её можно наблюдать невооружённым глазом, а половину времени нельзя. То есть для этого нужен телескоп. Её даже однажды перепутали со сверхновой. Ещё одна переменная звезда, но уже совсем другого характера переменность, это звезда Бета-Персея, Алголь. Вот здесь вот она мигает. Ну, она была открыта чуть позже, если я чуё-то про обнаружение конкретной звезды. Но для того, чтобы пояснить, почему она меняется, почему она меняется именно таким образом, ушло ещё порядка 100 лет. Какие же бывают причины изменения блеска звёзд? Их сейчас уже известно огромное множество, но если так говорить грубо, то можно разделить их на две основные группы. Это внешние причины и внутренние. Что такое внешние причины? На самом деле, к внешним причинам относится то, как мы видим звезду. Дело в том, что в абсолютном большинстве случаев звёзды вращаются быстрее или медленнее. И вот благодаря тому, что мы одну и ту же звезду видим с разных сторон, нам кажется, что она свой блеск меняет. Вот, например, как вы видите здесь. Вот она поворачивается к нам бочком с пятнышком, таким тёмным, и, соответственно, её общий блеск падает. К внутренним причинам относится, во-первых, взрыв любой природы. Это может быть одиночная звезда, это может быть взрыв в так называемом аккреционном диске, это может быть локальный взрыв, глобальный взрыв и так далее. Главное, взрывы. Либо же пульсации. То есть в звезде, поскольку мы знаем, там термоядерные реакции происходят, есть какие-то нестабильности, скорость излечения этих термоядерных реакций. И в итоге происходит, ну, скажем так, раскачка. Звёзды начинают пульсировать почти как наше сердце. Окей, поговорим немножечко о двойных звёздах. Это вот основная область моих научных интересов. Значит, что же такое двойная звезда? Ну, нам с вами оно вообще не слишком близко, потому что Солнце одиночная звезда. У неё нету какого-то второго компонента. Но на самом деле во Вселенной очень часто встречаются звёздные пары. Обычно они, парни, уже рождаются. Реже происходит гравитационный захват. Что же такое двойная звёздная система, как она живёт вдвоём? Ведь мы понимаем, что два массивных тела должны притягиваться. В противовес этому притяжению звёзды вращаются за счёт центробежной силы. Они не падают друг на друга. Вот примерно таким вот образом они вращаются. Если помните, девочки в первых классах очень любят так взявшие за ручки крутиться. Вот вместо ручек у звёзд гравитация, собственно, держится за счёт гравитационных сил. В противном случае они бы, естественно, разлетались. Представляете теперь, что наши крутящиеся девочки светятся очень ярко, а мы с вами находимся настолько далеко, что мы не можем определить, что там две девочки. Так, у девочек такой очень яркий олёв. И мы видим их как один источник света. Однако, благодаря тому, что мы будем видеть то двух девочек, то одну, мы будем видеть то поярчание суммарной яркости девочек, то, наоборот, ослабевание блеска. Вот примерно таким образом это происходит. Мы видим то две звезды, то одну. И, соответственно, меняется суммарный блеск звёзд. Вот именно по наблюдению суммарного блеска двух звёзд в тесной системе астрономы могут застановить, что звезда является двойной. Иногда бывает такое, что в паре звёзд одна звёздочка более массивная, но компактная, а вторая звезда, она крупнее и делится веществом со своей компаньонкой. Но вещество, вы же знаете, да, из сила кориолиса, если кто-то вдруг помнит, что это такое, отклонение потока при вращении. То есть это сумма, по сути дела, поступательного и вращательного движения. И вот поток отклоняется от звезды, он не падает сразу на звезду, но накапливается в так называемом аккредиционном диске, в котором происходят какие-то такие процессы разогрева, и этот диск может взорваться, выглядит вот так вот красиво, а мы здесь на Земле этих подробностей, к сожалению, не видим. Вообще, знаете, это очень здорово, что астрономам не дают запустить ручки в эти звёзды, потому что они бы взрывали все вокруг, астрономы не совсем понимают, как взрываются звёзды. И мы видим что? Мы видим поярчание суммарное вот этих вот компонент в тысячи раз. Мы фиксируем это, наблюдаем в телескопы, снимаем спектры, в радиодиапазоне наблюдаем, в рентгеновском, в гамма, в общем, пытаемся установить, что произошло. Окей, взрывы бывают не только в двойных звёздах, но и в одиночных. И даже более того, может кто-то слышал о том, что мы все звёздные пыли, это в принципе так, потому что вообще в недрах звёзд могут образоваться элементы не тяжелее железа обычно, потому что железо вот такое вот стабильное ядро. Это считайте, ну, как зола, да, её очень сложно будет сжечь. Вот. А когда звезда подходит к своим последним этапам эволюции, она взрывается, и в этом взрыве выделяется настолько много энергии, что её хватает на переработку вот этого железа и более лёгких элементов в тяжёлое. Иными словами, всё, что есть у нас на Земле, да, вот всё, из чего сделаны мы, из чего сделано всё, что нас окружает, это результат взрывов каких-то звёзд когда-то очень-очень давно. И, казалось бы, да, кто вот должен раньше взорваться? Если две звезды образовались одновременно, одна менее массивная, другая более массивная. Ну, так вроде интуитивно кажется, что менее массивный, ну, в ней же меньше водорода, да, он должен быстро выгореть, и она взрывается. На самом деле, не совсем так вот выведена здесь на иллюстрации, но достаточно правдоподобно, в том плане, что самые большие и горячие, голубые звёзды имеют большой запас водорода, который выгорает в гелий по очень большому объёму. За счёт того, что давление и температура в звезде очень большие, термоядерные реакции происходят очень интенсивно, и голубые звёзды взрываются раньше, чем это делают более холодные и не такие массивные звёздочки. Но что предшествует взрыву? Обычно такая вот нестабильность, вот такие вот пульсации, в результате которых звёздочка расширяется и охлаждается, или наоборот, сжимается и разогревается. Ну, а взрыв уже происходит, собственно, в результате таких вот колебаний. Колебания бывают не только радиальные, как только что вы видели, но и может идти несколько волн по поверхности звёзд, говорят, что даже до 12 волн. И этим аспектом занимается такая область науки, называется астросейсмология. Теперь приблизимся из далёких глубин космоса к нашей планете. И самая ближайшая звезда это, естественно, наше Солнце. Ну, в общем и целом, если мы говорим о том, что происходит сейчас, на самом деле Солнце тоже показывает определённую переменность. Да, малую, амплитудную, иначе нам всем было бы очень плохо, но, тем не менее, переменность есть. Прежде всего, она проявляется во всем вам известных пятнах. Они бывают небольшие размером с Землю, бывают очень большие размером с Юпитера, и даже больше, вот как здесь показано. И, естественно, если поверхность запятнана у Солнца, то блеск Солнца чуть-чуть ослабевает. Для того, чтобы Солнце изучить более подробно, ещё несколько десятилетий назад начали выводить на околоземную и околосолнечную орбиты космические аппараты, которые наблюдают сейчас Солнце со всех сторон непрерывно в различных диапазонах спектра. И вот вы видите эта анимация, полученная с одного из таких космических аппаратов. У Солнца не просто такая спокойная поверхность, на которой иногда появляются пятнышки, пятна — это следствие деформации магнитного поля. И вот вы видите, что вещество может выходить вдоль магнитных силовых линий вот такими вот петлями. Могут быть факелы, протаберанции, взрывы и так далее. То есть наше Солнце не совсем стабильная звезда. По большому счёту, если бы мы, имея очень хорошую аппаратуру, наблюдали, ну, слонгая там с Альфа-Центавры за нашим Солнцем, то мы бы видели переменность. Напоследок, что я могу вам пожелать? Выезжайте за город, любуйтесь восхитительным звёздным небом и помните, во-первых, что многие из этих звёзд являются переменными, а во-вторых, я уже даже показала, где их найти, а во-вторых, каждая звезда, вот каждый огонечек, который вы видите, это огромный термоядерный реактор. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...